здравствуйте добро пожаловать на мой канал делаем модель парусника приветствую всех зрителей подписчиков моего канала кто еще не подписался подписывайтесь за это я вам буду благодарен сегодня я продолжаю работу над моделью бота святой гавриил и хочу провести так называемый гикотопинант вот этот вот канат значит для этого мне понадобится два двушкивных блока три с половиной миллиметра они находятся сейчас сразу буду вам показывать на чертеже вот эти вот два двушкивных блока и один одношкинный блок то есть вот этот вот и канатик 0 5 миллиметров и это надо будет увязать когда мы его подтянем гикошкоты у нас натянутся и конструкция уже станет такая более-менее устойчивая сейчас пока временно я подложил резинку чтобы гикошкоты не ослаблялись как вы видите и начинаю работать значит для того чтобы блоки задействовать необходимо одеть на двушкивный блок вот этот вот который будет внизу хотя здесь показан одношкинный блок но здесь должен стоять судя по чертежу двухшкивный два двухшкивных так и необходимо строп с гаком одеть также на одношкинный блок который будет находиться вот здесь вот эти вот стропы с гаком один узенький один широкий начинаю работать первым делом одеваю строп с гаком на трех с половиной миллиметровый двухшкивный блок и и вот этот блок стропа и строп с гаком и будет одеваться вот сюда я его нацеплю и продолжаю дальше теперь нужно одеть строп с гаком на трех с половиной миллиметров блок 2 шкивный но при этом необходимо увязать на него талии 0 4 миллиметра канатик сейчас я это и сделаю буду использовать тиски и зажим и 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 так этот элемент готов пока его откладываем сторонку продолжаем дальше но я подготовил вот этот блок к установке а теперь буду готовить этот для этого необходимо будет вязать к нему этот канатик толщиной 0,5 миллиметра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь подготовленные элементы буду проводить вот таким вот образом. Сюда, то бишь сюда и к нагелю 16 к вот этому. Для этого канатик 0,5 миллиметров с двухшкивным 3,5 миллиметровым блоком, который будет называться у нас гико-топинант, я буду проводить через вот этот блочок. Нужно отмерить приблизительно длину, то есть будет где-то... Вот так берем до палубы, потом провожу до гико, чуть больше и отрезаю лишнее. Поверну гак на 90 градусов, чтобы было так, как на чертеже. Поверну гак на 90 градусов, чтобы было так, как на чертеже. Наложить бензель. Значит, для того, чтобы здесь увязать бензель, необходимо выбрать длину необходимую. Значит, этот блок должен быть где-то на высоте от палубы, ну скажем, 3 сантиметра. Вот, и потом уже можно увязывать. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы видите, я его поморил. Правда, он стал темнее, чем хотелось. Ничего, я думаю, что нормально будет. Так. После этого беру заготовочку, которую я делал в самом начале. С тропсгаком. С двухшкидным блоком. Это будут талии. И катапинанта. Как одеваю... Вот за этот обух... Вот этот вот обух... Который уже должен был быть установлен... На палубе... В начале. Так, я сначала заведу, наверное, концы, а потом зацеплю. Так будет удобнее. Музыка. 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 Талии провел. Теперь цепляю гак за обух. В нужном месте на палубе. И обтягиваю талии. Смотрите так, чтобы канатики на талиях не перехлёстывались. А были параллельно. После того, как обтянута... Можно зафиксировать на нагеле. Музыка. Пока. Пока. Смотрите. Пока. после того как на ноги зафиксировал отрезаю кончик там все равно будет висеть так называемая кукла двух . она скроет этот обрез кончик все дико топинант у нас обтянут согласно чертежа как вы видите здесь натянулся гика шкот и натянулись канат все стало нормально на свое место красиво на этом буду заканчивать свое видео спасибо тем кто посмотрел если вы еще не подписаны подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока всего доброго и удачи